Всем привет! У нас в студии Сева Житков, разработчик в рекламном отделе ВКонтакте. Сева, привет! Привет! Сева Житков, 16 лет, разработчик в рекламном отделе ВКонтакте. Стаж работы. Два года. Катается на пенни-борде. Сумасшедшие люди, может. Я люблю работать. 7.0. Что-то в воду добавляют. Тима, не ржи. Я просто вижу его, как он там умирает. У меня больше звезды, поверь. Расскажи немножко о себе. Мне сейчас 16 лет. Я после 9 класса закончил школу, переехал в Санкт-Петербург и теперь работаю ВКонтакте. До этого я работал год в Mail.ru, занимался ботами и другими спецпроектами. Но еще до этого я работал в Медузе. Интересный был сложной список. Многие, наверное, опытные программисты, кто послушали твой рассказ, даже позавидовали поработать в Медузе, Mail.ru, ВКонтакте. Отличный сборник. Как так получилось? Ну, у меня во многом это получилось случайно. Я написал несколько лет назад в Медузу, когда я просто был таким подростком, который интересовался всем, что в интернете происходит. Я написал письмо, рассказал о себе. Я немножко умел программировать, поэтому я рассказал о том, что я уже сделал. И мне ответили, меня пригласили на какой-то проект, и я его сделал. И после этого как-то это все разрослось, обо мне написали в СМИ. И после этого со мной связались из моего групп, предложили работу. И я согласился. Фантастика. В чем твой секрет успеха? Чем ты выделяешься среди других ребят? Я не знаю. Мне кажется, что стоит просто всегда искать какие-то новые возможности и оставаться гибким к любой среде, в которую ты попадаешь. И таким вот образом можно прийти к тому, что тебе нравится, и к тому, чему тебе интересно заниматься. А с чего начался твой путь в IT? Как ты туда пришел? Наверное, самым первым шагом было, когда мне было 9 лет, я увидел объявление каких-то курсов информатики. Я просто сфотографировал на телефон и показал маме, тогда еще сложно было отправить фотографию. Я пошел на эти курсы, я за год там быстро обскакал всех сверстников и просто уже начал развиваться сам. Это было достаточно сложно, потому что в интернете тогда почти никакой информации не было. обучаться самому было очень сложно и просто что-то гуглил, что-то искал, какие-то курсы, какие-то примеры. Ну и шаг за шагом вроде к чему-то пришел. Это такая истинная внутренняя любовь к тому, что ты делаешь. Да, она есть. И вот сейчас, оглядываясь на те годы, я не знаю, почему я продолжал заниматься программированием, продолжал обучаться. Наверное, мне просто это нравилось. Как твои одноклассники к этому относились? Ну, в первые годы, когда я просто ушел в интернет, что-то делал, я был типичным ботаником. Со временем, когда я уже начал какие-то показывать проекты, когда мне написали в СМИ, когда я, в принципе, уже адаптировался к среде, то уже немножко советовали. Девчонки, наверное, толпами стояли в очередь. Иногда, да. Каких ботов ты делал для Mail.ru Group? Мы занимались Durian-ботом. Это бот, который присылает тебе какую-нибудь смешную картинку, мем, и спрашивает твою реакцию, понравилось или нет. А в зависимости от этого уже тренируется сложная рекомендательная система, которая рекомендует тебе похожие картинки. Если у вас, например, если вам с другом нравятся похожие картинки, то мемы, то в какой-то момент система это вычислила и показывала вам примерно одно и то же, потому что она определяла вкус того, что человеку нравится. И сейчас такие системы, они работают не только для юмора, но еще и в самых разных проектах. На этом выехали Netflix, когда они сделали рекомендательную систему для фильмов, и Spotify для музыки и подобные рекомендательные системы. А когда ты начал заниматься рекомендациями? Ну, примерно тогда же, когда я пришел в Mail.ru Group. Я параллельно с проектами продолжал как-то развиваться. Я смотрел курсы на Coursera про машинное обучение, смотрел какие-то проекты, участвовал в Акатонах. И вот тогда меня затянуло в сферу машинного обучения и рекомендательных систем в том числе. Ты упомянул, что закончил девятый класс, переехал ВКонтакте. Ты закончил свое обучение? Пока я не знаю точно. То есть сейчас я не хочу, сейчас я не продолжаю обучение. Я пока не вижу в ближайшей перспективе, что я буду где-то учиться. Но я ничего не исключаю. Возможно, мне надоест работать или что-то меня привлечет в школе. Но, нет, я не думаю, что мне просто надоест работать, но, возможно, мне когда-то захочется узнать что-то новое, как-то по-другому взглянуть на мир и так далее. Я где-нибудь по обучаю еще, а так нет. Ну, похоже, все, что новое, ты узнавал ранее. Ты узнавал не из школьной программы. Ну да, да, возможно, когда-нибудь я вернусь к ней же, но да. Как ты попал ВКонтакте? Почему ты решил перейти? Я давно следил за разработкой ВКонтакте, как такой вот сферой людей, которые там занимаются. Я был подписан на многих разработчиков, я следил за новыми фичами. И однажды я ехал на какой-то фактон в Питере и абсолютно случайно увидел пост от будущего руководителя, что нужен разработчик. Я написал, меня пригласили в Зингер, я тогда зашел. Было достаточно сложное собеседование. Я тогда в чем-то влажал, но в целом мне дали тестовое задание. Я выполнил тестовое задание, тогда меня пригласили. Сложным было, да? Да, достаточно. Может быть, какой-то расскажешь вопрос, который тебе задавали? Хорошо. Мне один из таких проблем, которые обсуждались, это то, как организовать подсчет слов и другие задачи, которым нужно обрабатывать большие данные и хранить какие-то счетчики слов на большом количестве серверов. И вот в тот момент мне потребовали знания об алгоритмах хеширования, о том, как устроен словарь в языках программирования. Он обычно очень простой. Ты берешь там, записываешь с таким-то ключом такое-то значение и не задумываешься, как это работает. На собеседовании ВКонтакте это пригодилось. Сколькими языками ты владеешь? Я бы сказал, что постоянно я использую два языка — это Python и PHP. Кроме того, у меня есть базовые знания JavaScript и Go. Ну и я трогал много других языков. Так попробуйте. Ты перешел во ВКонтакте на позицию, связанную с анализом данных? В том числе, да. Чем ты сейчас занимаешься? Сейчас я занимаюсь улучшениями рекламной системы нашей с использованием машинного обучения. Мы анализируем интересы пользователя. Мы создаем новые таргетинги. Это когда мы определяем какой-то конкретный интерес, например, что у человека есть дети или его уровень дохода, и позволяем рекламодателям показывать свои объявления, допустим, всем, у кого есть дети от одного до трех лет. Скажи секрет, как определить, что у пользователей есть дети, тем более определенного возраста? Это достаточно сложная задача. Мы отслеживаем интересы пользователя по тем страницам, которые он посещает, потому что огромное количество людей, они проводят много времени ВКонтакте, и вот по такому большому слепку информации, которую ты потребляешь, находясь в группах, в каких-то страницах, можно понять, чем человек отличается от остальных. Тогда, может быть, ты покажешь нам, расскажешь более подробно, как устроена эта система аналитики. Да, конечно. У нас есть большое количество серверов ВКонтакте, на которых, собственно, работает наш сайт, на который отсылают запросы пользователей. Они называются у нас продовыми. Каждый из них может писать данные через специальную систему в Apache Kafka. Apache Kafka — это система для управления потоковыми данными и для их дальнейших преобразований и отправки еще куда-то. В данном случае они отправляются к нам на Hadoop, в данном случае — на HDFS. Это распределенная файловая система. Что такое распределенная файловая система? Она состоит из большого количества отдельных серверов, на каждом из которых хранятся куски тех данных, которые нам пришли, потому что все вот эти вот данные невозможно поместить на каком-то отдельном конкретном сервере, поэтому HDFS распределяет все данные по многим серверам. Затем у нас есть Spark. Spark — это удобное средство для анализа данных с HDFS. Мы можем написать какой-то код, как мы писали, допустим, Image Logs Future. И в этот момент Spark сделает запрос на HDFS и дальше на каждый из конкретных серверов, где и будет анализировать данные с каждого конкретного сервера вот по вот этому вот запросу. И таким образом мы сможем... Все вот эти вот операции на каждом из серверов будут делаться параллельно, и за достаточно короткий срок мы можем обработать абсолютно все данные, которые у нас есть на всех серверах. А иначе нам пришлось по очереди сначала залезать на этот сервер, потом залезать на этот, потом залезать на этот, и потом еще на какой-то. Были ли в твоей работе какие-то нештатные ситуации? Ну, на самом деле они достаточно часто случаются, потому что никто не пишет идеальный код, я в том числе. Иногда приходится ломаться что-то, в том числе из-за какой-то новой фичи, которую ты не додумал. Я стараюсь от этого уйти, но иногда все-таки это проводит, поэтому иногда это приводит к каким-то небольшим сбоям в ВКонтакте. Тем не менее, сбоям не глобальным, а все-таки какими-то маленькими отказами, но все же. Но с другой стороны, бывают такие ситуации, когда я занимаюсь ботами и спецпроектами, и когда их очень много, когда запуск вот накануне приходится достаточно много работать, чтобы успеть все, чтобы запустить проект в срок. Как происходит анализ качества кода во ВКонтакте? Мы используем cold review как обязательное условие перед тем, как ты что-то вообще дописываешь. У нас в нашем отделе относится очень строго к cold review. не просто проглядывают быстро код, а думают о том, что он делает, и часто задают какие-то вопросы, чтобы понять, как он работает. И таким образом фактически получается код, который вот собрал себе опыт двух человек. Первый – это программист, а второй – это ревьюер. А как происходит тестирование? Мы сначала весь код, который мы сделали, любую новую фичу, любой баг, он раскатывается не на всех пользователей, а на 1%. И мы следим за графиками. Ничего ли не изменилось, нет ли каких-то внезапных там проблем. Поэтому мы действительно цитируем на живых пользователях на 1%. Этот 1% каждый день изменяется. Это новые пользователи, на которых мы и хотим найти все возможные ошибки. То есть, получается, сегодня я мог увидеть фичу, а завтра она у меня исчезнет? Нет, такого не может быть. Если она не сломана, то мы ее катим дальше уже на всех 100% пользователей. Ну, если я попал сперва в 1%, а завтра этот процент изменился, то на завтра я выпал из того процента, на ком тестируется. Да, это правда, но у нас каждый день проходит вот этот вот цикл переноса фичей из 1% в 100%, то есть такого, скорее всего, не может быть. Понятно. А прям вот тесты на код не пишете? У нас для новой функциональности зачастую уже пишутся юнит-тесты и иногда интеграционные тесты. Я знаю, что ты в свои 16 лет не только разработчик, но уже и небольшой руководитель. Расскажи об этой своей стороне. Я помогаю нашему небольшому, нашей небольшой команде стажеров, которые пришли в ВКонтакте заниматься интересными исследовательскими проектами, вот как раз в сфере определения интересов, определения создания новых сложных таргетингов. Они тоже все занимаются анализом данных. Ребята очень умные из ИТМО, из КТ. И то, какие свежие идеи они привносят в наш продукт, это очень клево. Стажеры тоже молодые люди. Как стать стажером у вас в отделе? Все очень просто. Нужно написать мне или нашему руководителю. Будет на него ссылка в описании. Мы обязательно ознакомимся, потому что прямо сейчас нам нужны новые стажеры. Какими навыками нужно обладать? Что написать в резюме? Нужно рассказать о том, чем вообще до этого занимались, потому что всегда интересно посмотреть не просто на то, что человек умеет делать, а что он уже сделал, используя те навыки, которые у него есть. Всегда можно понять, в какую сторону он хочет развиваться, потому что у нас большое количество проектов в разных сферах. Это может быть углубленный анализ данных с помощью нейронных сетей, каких-то сложных алгоритмов. Или наоборот, просто такая достаточно поверхностная аналитика, но при этом по каким-то большим данным. У нас большое количество направлений, в которые можно развиваться стажером. Хочется немножко прикоснуться к этим данным. Можешь показать какой-нибудь живой пример? Да, конечно. Это интерфейс, это блокнот Юпитер. Это средство для быстрого анализа данных на языке Python. Мы можем получить какие-то логи с нашего кластера логов. Можем взять один из них, посмотреть, что это такое вообще. Как видите, мы распознаем это логи фотографий публично, которые опубликованы. И мы для каждой фотографии распознаем какие-то теги. Это то, что на этой фотографии на самом деле изображено. Эти теги расставляет специальная нейронная сеть. И мы можем отфильтровать данные по какому-то конкретному тегу. Например, для начала нам нужно проверить, что вообще эти теги есть. И мы для них действительно определили вот эти вот классы. Давайте посмотрим, что получилось. Да, теперь мы действительно оставили только те события, в которых эта информация подгружена. Мы можем сохранить это в отдельную переменную. И теперь сделать какой-то алгоритм, который работает на этой основе. Например, мы можем... Давайте еще раз взглянем на логи. Например, мы можем найти все фотографии с котиками. Давайте попробуем это сделать. Сделаем операцию filter. Filter – это стандартная операция в системе управления данными, анализа данными Spark, которые запускаются на огромном количестве серверов, чтобы проанализировать все данные, которые только возможны здесь. Есть тег, который называется tbcat. Это полосатый код. Давайте возьмем его. In xImageDataClasses. Возьмем один из них. Действительно, нам попались какие-то кошки. Ну и мы можем, собственно, посмотреть на них. Это действительно кошки. Работает алгоритм здорово. Буквально за последние два года ты прошел большой карьерный путь. Поработал в Медузе, во Вконтакте, в Mail.ru Group. Вырос уже, помогаешь другим людям. И при этом тебе все еще 16. Что будет в будущем в 18-20? Я думаю, у тебя просто уже есть внутренняя какая-то привычка к стремительному росту. Знаешь, когда мне было 14, я не знал, что в 16 я буду работать в Вконтакте. И точно так же я еще и в прошлом году не знал, что я буду работать здесь. Поэтому я не хочу делать прямо какие-то жесткие планы, что в 20 лет я буду работать там-то или делать то-то, или руководить чем-то. Нет. Мне просто хочется постоянно развиваться, и мне кажется, вот такой вот постоянный процесс, он в любом случае куда-то приведет и будет соответствовать какому-то росту и по карьерной лестнице, и, возможно, там, по каким-то новым проектам. Меня никогда напрямую не интересовало, как будет называться моя должность. Мне, наоборот, интересно, какими задачами я буду заниматься на ней. А зарплата тебя интересовала при переходе с компанией в другую? Ну, это такой достаточно побочный вопрос. Главное – это чтобы было комфортно жить и заниматься тем, что ты любишь. Давай немножко пофантазируем. Ты, наверное, точно самый молодой респондент, с которым мы проводили интервью. И точно больше многих из нас увидишь будущее. Как думаешь, как будет выглядеть мир IT через 20 лет? Я очень верю в искусственный интеллект. Я очень верю. Мне кажется, что действительно у нас большинство секторов как в IT, так и не в IT все-таки уже заменят что-то автоматическое, что-то, что работает само, что само обучается. Ну, вот можно посмотреть даже. Пять лет назад все, если ты хотел сайт сделать, то ты шел в какую-нибудь студию. Сейчас сайты можно сделать на удобных очень конструкторах и красивых. Типа тильды, которые уже пять лет назад пользоваться сайтом на конструкторе считалось не очень круто. А сейчас это абсолютно нормально. Так шаг за шагом умирает профессия верстальщика, потом будут какие-то другие простые профессии умирать. И рано или поздно мы придем к тому, что, наверное, искусственный интеллект будет программировать. Ты говоришь, что тебе нравится постоянно развиваться. Куда ты развиваешься сейчас? Я продолжаю развиваться в сторону искусственного интеллекта, в сторону алгоритмов машинного обучения. В контакте работают очень хорошие специалисты по этой теме. Мне всегда интересно общаться с ними, узнавать о каких-то новостях в мире машинного обучения. И пока я планирую развиваться примерно в том же направлении, проводя там какие-то свои эксперименты, свои исследования. То есть, возможно, искусственный интеллект, созданный тобой, позволит нам больше философствовать. Да, вполне возможно. Надеюсь, мы его скоро увидим. Да. Я знаю, что, кроме всего прочего, ты сделал еще много таких небольших стартапчиков, ботов. Расскажи об интересных своих решениях. Мы занимались приложением для знакомств на основе ВКонтакте. Мы собирали данные, затем умным алгоритмом анализировали то, какие у человека интересы. Даже не имея вот доступа к внутренним каким-то данным ВКонтакте, мы уже получили многое, просто посмотрев на человека, который… просто на его личную страничку, на то, что он подписан, на то, что он лайкает. И благодаря этим данным мы смогли достаточно четко определить интересы и сделать мобильное приложение, в котором ты можешь выбрать почти любую комбинацию интересов и найти нужного человека в каком-то городе. Проверял, работает? Да, проверял и действительно работает. Я делал много экспериментов со сферой знакомств, в том числе используя какие-то технологические решения. Одно из последних – это, например, запустить рекламу ВКонтакте, которая, что удивительно, сработала. Ты нашел себе девушку таким образом? Да. Правда? Абсолютно. Может, мы ее можем, не знаю, подснять. Прикольно было бы. Ну, то есть, интересный очень момент. То есть, ты рекламу на всех как-то распространил, она тебя увидела? Не совсем. Ну, по интересам, да? Да, я старался таргетироваться на точную аудиторию, которая, используя наш алгоритм Lookalike, который применяется в рекламной системе ВКонтакте, можно найти похожих людей на тех людей, которые уже кликнули на это объявление. То есть, если человек заинтересовался объявлением, то мы начинаем искать факторы, которые вот в нем присутствуют. Например, если обычно на объявления кликают девушки 18 лет, интересующиеся IT. И система автоматически вот найдет эти объявления и этих людей, эти интересы и будет уже показывать более релевантным людям. Таким образом, можно постепенно… объявление само улучшается и показывается все более и более точным людям. Слушай, а обычный человек можно этим воспользоваться? Да, абсолютно. У нас есть прямо сейчас можно создать похожую аудиторию через интерфейс рекламной системы. Очень интересно, что практически все действия, решения твои, они исходят из задачи. И это такой важный момент, наверное, будет хорошей рекомендацией для всех. Есть ли кто-то, кто тебя вдохновляет на все это? Один из тех людей, которые всегда служили для меня примером, это была певица Лиза Монеточка, которая в 16 или 17 лет опубликовала свои песни на страничке ВКонтакте просто потому, что ей это нравилось. И дальше уже понеслось, ее приглашали на телеканал, она записала совместный трек с Noize MC и другими популярными исполнителями. И она тоже всего достигала сама, до сих пор не пришла к какому-то продюсерскому центру или чему-то такому. И вот такое вот желание самому постоянно развиваться, самому идти куда-то, не останавливаться ни на что всегда вдохновляло меня. Выходит, что ВКонтакте такая платформа для развития, для совершенства, для того, чтобы показать себя миру. Это один из наших новых лозунгов сейчас, что ВКонтакте это платформа для талантов. Мы раздаем огоньки. Видел когда-нибудь у нас? Да, видел у некоторых. Расскажи подробнее, потому что многие о них слышали, но до конца не понимают, что это. Огонек это такой значок, который раздает сложный алгоритм на основе машинного обучения, который мы назвали Прометей. Он анализирует много контента и в результате находит вот того самого интересного автора в самых разных тематиках, в самых разных уголках социальной сети, находит их, поднимает, дает им много охвата. И таким образом мы действительно помогаем людям, которые делают какой-то новый оригинальный творческий контент. Эти люди рекомендуются всем или они будут подобраны под каждого зрителя, слушателя? Разумеется, у нас все рекомендации, они персональные. Мы анализируем твои личные интересы, смотрим популярных людей в этой тематике, смотрим популярных, не очень популярных, но при этом интересных людей в каждой тематике. Таким образом мы подбираем под каждого человека то, что ему нравится, то, какие авторы ему нравятся, то, какой контент ему нравится. Ты безумно интересный спикер, и я думаю, любому, кто нас посмотрит, будет интересно получить тебе какой-нибудь подарок. Да, мы готовы подарить кофту с неофициальным логотипом ВКонтакте. Как я рассказывал, у нас есть сложная архитектура для анализа больших данных, и мы в том числе анализируем тексты постов. И вот мне интересно подарить эту кофту тому человеку, который скажет, какой самый популярный эмодзи, который используется у нас во ВКонтакте. У нас небольшой блиц-опрос. Какую операционную систему ты предпочитаешь? Какую IDE используешь? PHPStorm и PyCharm. Расскажи о каком-нибудь приложении, стартапе, что тебя впечатлило в последнее время? Мне понравилось приложение, которое из статической картинки делает объемные интересные анимации, это очень смешно, и видно, что там заложены сложные алгоритмы. Сможешь такое повторить? Думаю, что после какого-то времени исследования, да. У тебя такой карьерный путь, что ты сразу поработал в крупных компаниях. Но интересно было бы тебе попробовать поработать в стартапе? Ну, у нас в ВКонтакте во многом атмосфера стартапа. И в этом плане здесь нету долгого цикла принятия решений. Здесь мы принимаем решения быстро, тут же делаем, что-то выкатываем, смотрим на то, как реагируют пользователи. И в этом плане пока меня ВКонтакт достаточно устраивает. На что тебе не хватает денег? Даже не знаю. Наверное, на финансирование какой-то исследовательской деятельности. Мне нравится то, как Иван Маск может большое количество своих денег потратить на просто исследования, фундаментальные исследования в области искусственного интеллекта, допустим, не заботясь о том, будут ли они приносить доход или нет. У меня пока такого нет. Сколько денег хранишь в биткоинах? 0 рублей. Я пока достаточно консервативен. Каким бы супергероем ты хотел быть? Бэтменом. Почему? Потому что у него нет суперсилы и всего он достиг сам. Что твои друзья, одноклассники, бывшие? Нельзя произвести слово одноклассники. Почему нет? Шутка. Шутка про одноклассников. Что твои друзья чаще всего спрашивают про ВКонтакте? Смотрим ли мы личное сообщение? Нет, не смотрим. Мы уважаем приватность. Спасибо, Сева. У нас в студии был Сева Житков, разработчик рекламного отдела ВКонтакте.